То есть у нас будет премьера, да? И что же вы такого там назадумывали, что же такого намудрили, и что мы увидим? Ну, во-первых, с самого, наверное, направления спектакля, музыкальное, мы его пробовали, но это было нам 10 лет коллективу, мы делали сказку про злосчастье Кузьку, и это было в драматическом театре, но это все равно как-то был более экспериментальный, более легкий спектакль, и мы вот опять обратились к этому жанру, ну, наверное, потому что, во-первых, мы делаем свои дипломные спектакли в колледже, мы делаем именно музыкальные, и, в принципе, мы сейчас восстанавливаем тот спектакль, который мы делали 8 лет тому назад. Во-первых, это, естественно, 70 лет нашей победы, это очень патриотично, и тот материал, который мы взяли, это действительно, он заставляет и плакать, и сострадать, и переживать, и вдумываться, и в то же время здесь есть моменты вот именно жизненной иронии, каких-то жизненных отношений, естественно, здесь есть завязка и достаточно трагичная развязка любовного треугольника, и это все, с одной стороны, было очень давно, а с другой стороны, это очень понятно, доходчиво, а самое главное, что это очень нужно, и для взрослых, чтобы вспомнить, но и особенно для молодых, у нас есть чем гордиться, у нас есть кого и что любить, и вот так это хочется в них пробудить, потому что, когда мы составляли видеоблоки, материал, ну, вы знаете, это тяжело, потому что то, что творится на войне, это очень близко сейчас к нам, когда мы переживаем все то, что творится сейчас на Украине, поэтому я думаю, что об этом надо вспомнить, и об этом надо помнить, чтобы этого не повторилось, это очень тяжело было составлять все эти покадровые маленькие фильмы, но, тем не менее, я думаю, что это надо делать, когда нас просят, давайте веселые номера, давайте частушечки, плясовушечки, конечно, хочется попеть лирику, хочется, конечно, попеть песни, которые затрагивают нашу историю, наши душевные какие-то переживания, и вот этот спектакль, он нам дает эту возможность, где мы себя реализуем не просто как актеры, то есть не просто как певцы, но и вот с актерской стороны, потому что я считаю, что потенциал участников ансамбля «Миряне» очень большой, и многим это дает какую-то возможность реализоваться. Действующих лиц не хватает на всех, вот не всем удалось пощупать в большом объеме вот это актерское мастерство, но я думаю, что те, кто сейчас присутствуют на репетициях, в этом варятся, я думаю, что это все равно на будущем будет очень большой зачин. Я думаю, что у нас будет это не первый спектакль, не первый, не последний. Мы очень волнуемся, очень, потому что у нашего режиссера Александра Авдонина всегда очень большие задумки, на реализации которых нужно много людей, чтобы, допустим, есть у нас такие вот нюансы, он любит трансформерные декорации, костюмы, то есть чтобы они не просто однопланово как-то в спектакле участвовали, а они видоизменялись. Вот это все, это есть, мы не будем раскрывать тайны, но кто придет на спектакль, получит все эмоции, которые у человека есть. Пожалуйста, об основной идее постановки. Как она родилась у вас и чем была навеяна? Во-первых, это, конечно, замечательные произведения, замечательные романы Федора Абрамова. Это «Две зимы и три лета», «Братья и сестры», «Прясные». То есть плеяды этих произведений, которые говорят о времени, о военном, о людях, которые в это время жили, работали в Тулу, помогали фронту. Ну и особенно, конечно, о женской доле. Потому что спектакль, ну его такое черное название, такое черновое, оно называется «Бабы мои, бабоньки». То есть вот в этом слове «Бабы, бабоньки» слилось как бы все женское русское. Это и забота, это и то, чем дорожили люди, это и мягкость женского характера, и в то же время, когда надо, это его способность пожертвовать собой. Все это здесь у нас раскрывается. Конечно, нам пришлось поменять многие сюжетные линии в угоду уже не в прозаическом произведении, а в угоду уже в драматическом произведении. Функции некоторых персонажей снились. Ну, те, кто придет увидеть, полюбопытствует, может быть, для кого-то это, конечно, несколько необычно, но тем не менее, это создано именно для того, чтобы мы хорошо простроили ту интригу, которая нас интересовала спектакль. Вы очень приятно рассказали, что будут у вас какие-то моментовые, технические сцены, как-то вы их использовали. Вот, приоткрыли немножечко. А можно, к примеру, может, привести? Ну, из трансформирующихся декораций у нас единственная работа – крыша, которая служит в нескольких вариантах. Это и крыша деревенского дома, крытая соломой, это и берег реки. Ну, в конце это большой собирательный образ, чего пока не скажу, придете, увидите сами. Остальное – это деревянный материал. Это лавки, столы, стулья. И то, что мы из них делаем, это тоже все. Это может быть и часть дома, это могут быть и просто лавки, это может быть поле боя. То есть тут тоже идет трансформация, но уже за счет того, как актеры с ними работают, как они их обыгрывают. Вот такой вариант заказания. А с актерами, ну, непрофессионалами, я скажу, было с музыкантами легко работать в планете? Ну, есть свои трудности, потому что жанр, в котором они работают, это несколько другое. Пение, особенно этнографическое пение, предполагает свои, конечно, условия игры. Здесь же пришлось их подвигать, тем более, что материал, он достаточно драматичный. Если бы мы играли только один лубок, шутку, это было бы легче. Но здесь приходится их подвигать уже к освоению материала драматического. Для них это, ну, недостаточно, я считаю, было сложно. Хотя, как во всей нашей жизни, и в таких тяжелых условиях, как война, и жизнь тыла, все равно люди находили место и для шутки, и для песни, и юмористических сцен здесь предостаточно. Попытались мы их тоже вскрыть, показать, открыть и так далее. — Сколько по времени у вас заняла работа? — По времени? Ну, тут сложно сказать, потому что тут с учетом и на праздники, когда Миряне такой ансамбль, который всегда чем-то где-то занят. У них есть гастроли свои, у них есть свои репетиции, свои выезды какие-то. Может быть, можно было более сжато сделать работу репетиционную, но немножко, может быть, она подрастет. Я думаю, что если бы не новогодние праздники, все прочее, это где-то на месяц раньше мы только выпустили. А так вот, предполагаем, где-то сейчас к середине марта. Ребята, давайте встали на свадьбу. Девчонки, помогите, пожалуйста, на свадьбу. Девчонки, помогите, пожалуйста, на свадьбу. Ах, где он больше не вернется, Останусь только табличная рука. Ах, где он больше не вернется, Останусь только табличная рука. Ну-ка, Варька, наводи красоту, вон мужик идет!